Обеспечить рынок собственной продукцией – одна из приоритетных задач в Северной Осетии. Республиканские власти поддерживают местных производителей, что дает возможность отходить от импортных товаров. В ближайшее время на прилавках появится новая колбасная продукция. Компания «Деликат» запускает мясоперерабатывающий цех, который будет выпускать экологически чистый продукт. На предприятии сегодня побывал премьер Теймурас Тускаев. Он убедился в том, что производство отвечает всем современным требованиям. Подробности в материале Алана Тамаевой. Мясо отделяют от кости, потом жилуют, иначе говоря, очищают его от сухожилий, мелких костей и прожилок. Затем делают фарш в соответствии с видом колбасного изделия. Полный цикл производства уже заработал в новом мясоперерабатывающем цехе компании «Деликат». Правда, пока в тестовом режиме. На предприятии уверяют – вся продукция экологически чистая и полностью соответствует нормам. Наша продукция будет выпускаться в большинстве своем строго по соответствии с современными ГОСТами. Никаких отклонений. Наша основная генеральная линия – это придерживаться максимальной натуральности. Качество продукта у нас стоит всегда во главе угла. Это политика нашего учредителя. Гордость цеха – его современное профессиональное оборудование. Машины из Германии, Австралии, Финляндии и Чехии – лучшие на рынке. Но главное – специалисты, которые умеют на этом оборудовании работать. Они уже готовы к производству. Максимальная мощность этого цеха – 5 тонн колбасной деликатесной продукции в сутки. Это термокамера, иначе говоря, коптильный аппарат. Сюда поступает сырое изделие и выходит уже готовый продукт. Аппарат чешский, поэтому он самый современный. Но его особенность заключается в том, что процесс копчения происходит максимально натурально. Для этого используется древесная стружка. В планах установить еще два таких аппарата. Новый мясоперерабатывающий цех – это совместный проект акционерного общества, корпораций инвестиционного развития республики и частных инвесторов. Такой симбиоз государственного и частного капитала, уверяют специалисты, даст большой социально-экономический эффект. Важно отметить, что проект реализуется в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. У каждого субъекта округа есть своя подпрограмма. У нас есть подпрограмма развития Республики Северной Осетии и Алании. Мы вместе с инициаторами провели исследование рынков и выбрали вот такой очень интересный проект. Подсчеты данного сегмента рынка говорят о том, что перспективы есть. Я думаю, в этом направлении следует идти и другим предпринимателям. Это в принципе сфера переработки сельхозпродукции, возможность получения продукта с высокой добавленной стоимостью и таким образом существенно повышать экономический потенциал нашей республики. На предприятии уверяют, основная цель – наполнить региональный рынок высококачественным продуктом и только потом думать о географии сбыта. Поэтому уже на этой неделе жители Осетии смогут попробовать и оценить новые колбасные изделия. Алана Томаева, Сергей Дедикаев, Новости Осетии.